С открытым оком, 13-й дом. Тема Потеряевка. Вопрос 2813. Поддерживает ли местная власть ваши решения в деревне? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Если наши требования включить для вышестоящих над нами, то они мгновенно могут и сами попасть в число нарушителей. Вопрос с пьянкой, вопрос и для ЦАСКО России не был решен так кардинально, как в мусульманстве. Поселился у нас человек, ведет себя неукоризненно. Ну вот он, в кавычках, оперился, построился, женился, обзавелся хозяйством. И оказалось, что он раньше был закодирован от пьянства. И теперь пошел чертить, куролесить. О нем уже был ответ в книге «Открытым оком», том 10-й. Страница 155, вопрос 2356. Горбун. Горбунов. Благородный Евгений. Власть не может поддерживать нас. Она не христианская. И ей такие проступки привычные. И она даже рада, что у нас есть такое. Вот решение собраний. 4 июля 2005 года. Поселок Потеряевка. Выписка из протокола номер 34. Собрание деревенской общины поселка Потеряевка. Мамонтовского района Алтайского края. Присутствовало 13 человек. Повестка о недостойном поведении члена общины Горбунова ЕА. Вел собрание отец Иоаким Лапкин. Он сообщил о том, что Горбунов ЕА вчера в нетрезвом виде был за рулем. Ездил по деревне, где гуляют маленькие дети. И врезался в ворота своей усадьбы. Жена с тремя детьми ушла к соседке из-за страха перед мужем. Горбунов находится в нетрезвом виде уже четверо суток. Такое поведение нарушает наш деревенский устав. И подобное было замечено уже в третий раз в январе, в апреле и сейчас. Ранее Горбунов просил прощения у жены и общины и обещал, что больше такого не повторится. В настоящее время он не желает воспринимать наставление увещевания от настоятеля отца Иоакима Лапкина и члена деревенской общины, которые выступили единодушно против такого поведения Горбунова. На собрании единогласно было принято решение. Первое. Запретить Горбунову управлять автомобилем три месяца до 4 октября 2005 года. Второе. Горбунов должен подписаться под каждым пунктом устава деревни, что он с ним согласен. Если такое поведение повторится вновь, то Горбунов должен покинуть поселок навсегда. Председательствующий отец Иоаким Лапкин, секретарь Барабаш Елена Анатольевна. 7 июля 2005 года поселок Потеряевка. Выписка из протокола номер 35 деревенской общины поселка Потеряевка присутствовало 27 человек. Повестка. По поведению Горбунова Евгения ввел собрание отец Иоаким Лапкин. Он выступил по первому вопросу. На прошлом собрании 4 июля было принято решение о том, что если Горбунов Евгений будет пьянствовать и восставать против устава деревенского, то он должен будет покинуть поселок. Устав поселка никому нарушать не позволен. Но Горбунов после этого побывал на разъезде под Степной, откуда его привезли в нетрезвом виде. На разъезде он жаловался неверующим людям, что с ним поступают Потеряевские жители не по любви, не дают ему свободы. Евгений не оценил расположение братьев в помощи, которую ему многократно оказывали все жители поселка. Поэтому Горбунову Евгению предлагается покинуть поселок Потеряевка. Горбунов слезно попросил перед всеми прощения за все, что он натворил. Обещал быть хише воды ниже травы и умолял дать еще один шаг на исправление. Было предложено проголосовать. Кто верит, что Горбунов Евгений справится? 10 человек. Кто верит в исправление? 10 человек. 6 воздержались. Тогда отец Иоаким Лапкин вынес на обсуждение такие предложения. 1. При первом нарушении устава Филипп Янс и Горбунов Евгений должен покинуть поселок. 2. Запретить Горбунову общаться с посторонними людьми. 3. Без благословения отца Иоакима скотину не резать. 4. Деньги на руки Горбунову не брать. 5. До 7 октября 2006 года. 6. За границу поселка не выходить. Исключение. Всего Мамонтово в центре занятости населения разрешается с двумя сопровождающими. Проголосовали единодушно за эти предложения все присутствующие. Горбунов Евгений со всеми пунктами согласен, в чем и расписывается. Уже не раз нас спасал Господь, и еще надеемся. Исайя 66.14 И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, и на врагов своих он разгневается. Притча 23.21 Он называется братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С такими даже и не есть вместе. Душа моя в сомнениях исходила, да слышит ли Господь мою молитву о брате павшем? Он живой в могиле увяз по пьянке в паутине липкой. Ни пост, ни милости не подвиглись места, лежащего в терновнике в кустах. В нем ни стыда, ни совести, ни чести, пропит, потерян перед Богом страх. Угрозы страшное писание изрекает всем алкашам и пьяницам-тудентам. Им балансировать у горлышка по краю, а дальше ад мучительный, подземный. Их заживо умерших отвращались, любимая жена и ребятишки. Остались, к сожалению, и жалость. Он труп. На свете оказался лишним. Его могли спасти лишь мусульмане. Им жалоточены страницами Корана. Пьяни стремляются за подписью имама. Не попрошайничать пропойцам возле храма. Кто объедил от ложного учения, марксизмом, ленинизмом был отравлен. У света с тьмой не может быть общения. Волк и ягненок разве это братья? В грех безнаказанной по-зверски опьяняет. Земля шатается на согнутой орбите. Но Бог хранит планету словно нянька, хотя она и многократно бита. Путь к жизни только через покаяние. Через принятие заколотого ануса. Найти не просто негодяя в яме. Воспользуется он последним шансом. По имени взывая к Иегове, распластывая руки по эфиру, Брат наповал сражен и в вечной коме. Дух трезвости, сойди в наш мир немирный. Мой брат вчера напился до пьяна. Обычно стопочкой нетрезвая входился. Корову с дуру порешил пинать. Заснул на сеновале рядом вилы. Протрезвившись, сосет епитимью. И соглашенными сгорбатился сугубо. Священник шланг передавил к питью. Теперь на свадьбах края не пригубит. Чего уж умничать. По пьянке промотали здоровье, веру, чистую и знание. Теперь крути и жми на все педали. Мы русские, и нам платили дани. Уже бесплодные восток и вся Сибирь. Пожидки собирают и лохмотья. Китай же сыплет желчизною вширь. Драконьий дух и похотью от плоти. Алкоголист губил былую Русь. И наркомания с иглою на подмогу. Раздавлен был костяк и слышен хруст. Что мусульман в России слишком много. От пьянства выберли достойные вожди. Купившись кровью христиан и бедных. Пожары ненависти сами разожгли. И заросли в крапиве у страшных бедов. Путь к трезвости и легок и доступен. Но не по силам и не алкашам. Штрафуют их толку с буддийской ступи. По пьянке и по трезвости грешат. За брата молимся, постимся. Подаем от скудного пайка, Чтоб помолиться о качестве. Каноны ночью, днем. Да снизойдет к нему Христова милость. Неупиваемый котел теперь разбит. Евангелием тушим адский пламень. Где был подвал, там монастырский стив. Плот из пустых бутылок нам на память. 27 июля 2005 года Игнатий Лапкин. О пьянство! Злой недуг согнул дугу. И на карачках повелел шататься. Душа, поверженная в лютую беду, Лишилась царствия небесного и счастья. А сочерпел алкаш в дому вчерашнем. Ему проклятие толчками по хребту. С лицом удавленника на аркане страшно блевотину и тянет за версту. Он ошалелом мчится на машине. На тормоза не давит окаянные. Так сколько же напотрошил паршивец. Бестормозной язык все выболтал в пьяне. В пьянке в исламе пьяницам башку связают в плеч. Здесь на земле не стали разбираться. О ненасытной жажды огненная печь И свежий воздух портящий напрасно. Смердящий труп. Труп замерзший в тунеядке. Отверзший разум у сатаны на дыбе. Кровалым взором с утра стремится к пьянству. Бутылка рядом стал неподъемной глыбой. На пьяницах жереют торгаши. И рушится слепое государство. Из дома тащатся последние гроши. В вине блуд растворен. И белый свет стал красным. Пропащим заболдыги демоны ликуют. На труд и на молитву перерезан путь. И что ни сделает, ни скажет. Все вслепую. Гигантам кажущийся жалкий релипут. Пришедший к Богу с расстоянием слезным. Признавшийся, что он в невыносимом рабстве. Удесятили усилия. Жимая воплить везла. И не оглядывайся, ты прожил напрасно. Подобен спящему на маковке у мачты. Разревший трудится в церковном корабле. Крещенскую одежду пьянством грек испачкал. И в темноте насыпал тысячи рублей. 7 июля 2005 года Игнатий Лапкин.